Добрый день! Если вы хотите приготовить очень нежные, вкусные, пикантные, в меру острые ребрышки с хорошо запечённой картошкой, с чесночным соусом, тогда давайте готовить вместе! Начнём! Сначала делаем маринад для ребрышек. Пол чайной ложки острого красного перца, 2 чайных ложки паприки, 3 ложки соевого соуса, 2 ложки столовых растительного масла, добавляем мёд, наверное, полную чайную ложку. Всё это размешиваем. И я добавляю несколько капель табаско. Если у вас табаско нет, тогда добавьте побольше острого перца. Берём наши шикарные ребра, вот такие, с прослойками, с жирочком. Присаливаем их, перчим, переворачиваем на другую, делаем то же самое, а потом всё это смачиваем обильно нашим маринадом. И убираем в холодильник на 2-3 часа, а можете и дольше, если позволяет время. Когда ребра замаринуется, приступаем к приготовлению картофеля. Мы его помыли и нарезаем вот так челночками, где-то среднюю картошку на 6 частей, большую картошку, вот мне попалось, на 8 частей, ну а маленькую на 2 части, нет, на 4, точно. Ну, теперь делаем заправку для картошки. Растительное масло, карри и паприка. Картофель солим, перчим, перемешиваем всё это, добавляем наш маринад, всё хорошенько перемешиваем, потом всё это выкладываем на пергаментную бумагу на противень и кладём картошку вот так вот на широкую сторону, чтобы лодочки получились. И ставим в духовку на 210 градусов на полчаса. Кстати, можно положить какую-либо травку, тимьян, розмарин, тоже будет очень хорошо. А этим временем мы приготовим чесночный соус к картофелю. Хвостики от укропа не выбрасывайте, заморозьте их и оставьте для бульона. Берём укроп, чеснок, всё это измельчаем в блендере, потом добавляем столовую ложку сметаны, столовую ложку майонеза и ещё раз взбиваем блендером. Прошло полчаса и мы должны перевернуть ребра на другую сторону, чтобы они зажалились и с другой стороны. Вот, ребрышки мы перевернули и оставляем их в духовке ещё на 20 минут. Через 20 минут у нас будет всё готово. Всё можно будет подавать к столу. Кстати, сначала съешьте ребра, а потом уже картошку с чесночным соусом. Вам понравился рецепт? Ставьте лайки, подписывайтесь. Будет интересно. Желаю всем удачи! Пока-пока!